Добрый день! И сегодня у нас очень интересный гость. Это Отто де Гротт, компания Экоптица, Липецк, и это главный зоотехник. Здравствуй, Отто! Здравствуй, Отто! Здравствуй! Как дела? Хорошо. Отлично. Главный вопрос. Как давно ты живешь в России? И почему решил приехать именно в Россию? Я живу здесь с 2014 года, как я здесь оказался. Случайно, не планировал. Просто был знаком с некоторыми людьми, которые здесь работали, и они захотели продолжить работать со мной. Вот так и началось все. У тебя был опыт работы в сельском хозяйстве, так ведь? И ты приехал из Голландии? Я сам из Голландии, но давно живу в Венгрии. То есть я уже не стопроцентный голландец. Я родился на ферме. Можно сказать, я в этой сфере с двух лет. Какого размера была ваша семейная ферма? 50 коров. 50 коров. Но это обычный размер фермы в Голландии. В то время, да, именно так и было. Тебя пригласил кто-то из знакомых? В Россию? Да, да, в Россию. Нет, я был по делам в России, выполнял кое-какую работу и познакомился с одним из владельцев компании «Коптица». Он спросил, не занят ли я зимой. У него было несколько коров. И он спросил, неинтересно ли мне помочь ему. Больше 50? Да, больше. Скажи пару слов о том, где мы находимся. Размер фермы, сколько коров. Когда ты начал здесь работать? Мы находимся в Рогожино на молочной ферме. Она была построена в 2017 году в рамках Гринфилд-проекта, то есть с нуля. У нас примерно 2000 коров. Что же еще рассказать? Расскажи немного об Экаптице. Это очень интересно. Вы наши клиенты. И я знаю, что у вас много коров. Но вы не так известны в этом плане, как Эканива или Авида. Но при этом ваша ферма тоже дает много молока и имеет очень хорошие результаты. Да, основная деятельность у Экаптицы – это птицеводство, бройлеры, несушки. Имеется своя ингупаторная станция, своя птицебойня, производство своих яиц, маточного стада. Интерес к коровам, кажется, появился в 2013 году. Когда ты приехал, у них уже было некоторое количество коров? Да, когда я приехал, у них было тысяча коров. А потом ферма начала расти. Как я сказал, основная деятельность – это птица. Свои птицы Бонни, свои магазины. Сейчас еще у нас есть свое молокоперерабатывающее предприятие. Расскажи подробнее о фермах. Сколько, какая порода. В основном, это галштинская порода. У нас сейчас около 6800 дойных коров на четырех разных фермах. Итого примерно 14 тысяч голов. Повторю, в основном галштинская порода. На сегодняшний момент 80% было импортировано. Когда мы разговаривали в офисе, ты сказал, что у вас 5 молочных ферм. Так? Да. Главный вопрос. Там используются разные системы управления? На них работает разное количество людей? Или они одинаковые, словно близнецы? Построили одну, а остальные скопировали? Именно. Так мы и пытались сделать. Просто скопировать. Конечно, фермы немного отличаются друг от друга по разным причинам. Но протоколы работы, протоколы лечения и прочее. Мы старались все подобное скопировать, чтобы было легче проверять. Что вы делаете с телятами? Они растут на каждой ферме отдельно? Или имеется специальное место, где вы выращиваете телят и нетелей? У нас имеются разные системы. Есть две отдельные нительные фермы. Также у нас есть одна полностью закрытая ферма. Телята рождаются и содержатся там, пока не начнут производить молоко. После того, как теленок вырос на нительной ферме, он возвращается на ту ферму, откуда пришел? Или вы распределяете телят по разным фермам и не смотрите, где он родился? Мы достаточно прогрессивно развивающиеся предприятия. Основной критерий наличие места. Понятно. На самом деле, прежде чем вернуть животное, мы берем анализ крови. То есть с биологической точки зрения все безопасно. Хорошо. Вы используете систему выявления в охоте Call Manager? Да. Вы используете ее вместе с программами синхронизации или только систему выявления в охоте? Она справляется хорошо, и этого достаточно. Нет, мы объединяем две системы. Программы синхронизации мы используем в основном на первотелках перед первым осеменением, а потом используем систему выявления в охоте Call Manager. Для первотелок вы используете сексированное семя? Для первотелок, для нетелей, а также для животных во вторую лактацию? А, для них тоже. Это потому, что вы хотите стать еще больше и построить еще одну ферму, поэтому вам требуется больше нетелей? Да-да, именно поэтому. И мы должны быть уверены, что нам не надо будет импортировать животных или покупать с других ферм. Просто ради биологической безопасности. Какие у вас надои на голову? Надои на голову у нас примерно 10 тысяч литров в среднем за год. Жир около 4%, белок 3,35%. В 2014 году продуктивность была примерно 7 тысяч литров. Мы увеличили продуктивность на голову. С 7 тысяч до 10? Да, примерно так. Сколько времени на это потребовалось? Немного, 2-3 года, потому что мы импортировали высококачественных нителей. Вы планируете расти дальше? Увеличить количество голов? Всегда. Да, всегда. Когда нас начали покупать, мы начали строить. Нам пришлось постепенно расширяться, так как наши люди начали работать лучше. Мы стали терять меньше коров, нам постоянно требовалось места. Мы стремимся подольше доить коров, а не послать их на бойню. Понятно. Как мы знаем, галошницкие коровы – это больше молочная порода, чем мясная. Какой у вас доильный зал? Доильный зал «Карусель» на 50 мест. Мы доим примерно 300 коров в час. 300? Да, 300 в час. А, понятно. Что вам нравится больше? «Карусель» или «Параллель»? И какой тип «Параллели» нравится больше? С точки зрения скорости работы – «Карусель». Но с точки зрения обслуживания – «Параллель» лучше. Какие надои на этой ферме? Это последняя ферма или после нее были построены еще? Была еще построена соседняя ферма. В целом они работают вместе. Итого на них 4000 коров. Надое – примерно 32 литра на голову в среднем. Но стоит отметить, здесь у нас около 60% первотелок. В этом году достаточно жаркое лето. Влияет ли это как-то на тепловой стресс животных или все в порядке, и система вентиляции работает хорошо? На самом деле, в этом году у нас не так уж и жарко. Система вентиляции вполне справляется. Понятно. Насколько я понимаю, ты много времени проводишь в Европе, много здесь, может меньше, но все же немало. Какие ты видишь различия в управлении? Что для тебя важно? С какими проблемами в управлении ты сталкиваешься в России? Ты ведь не просто сотрудник. Ты управляющий, должен раздавать приказы людям. Насколько сложно было с этим в начале? Ты сам сказал, это и есть основная разница. В Европе ты работаешь сам на себя, сам принимаешь все решения. А здесь приходится общаться с людьми, чтобы они выполнили работу. Надо мотивировать их. Ну, ты знаешь, с коровами работать просто. Коровы везде одинаковые, отличаются люди. Да, коровы одинаковые, корова есть корова, все просто. Нет, дело не в том, что люди отличаются, так как живут в России. Люди на самом деле тоже везде одинаковые. Дело в том, что в принципе приходится работать с людьми, общаться с ними, учить их, инструктировать, и тогда все заработает. С точки зрения управления, особых различий между Венгрией и Россией я не вижу. Ты доволен опытом и навыками людей, которые работают на ферме? Или им требуется обучение? Обучение требуется всегда. Речь даже не об изменении в управлении. Например, в Венгрии развитие шло 25 лет, а здесь 5 лет. Гораздо быстрее. Людям надо обучиться всем этим новым технологиям, навыкам. На это требуется энергия. Но это не проблема. Люди обучаются и приобретают новые навыки достаточно быстро. Да, это не проблема. Нужны молодые, свежие кадры, которых можно обучить, чему хочешь. Словно глина, из которой можешь создать, что хочешь. Именно. Лишь бы она не была сухой. И старой. Ото, ваши фермы растут, и вам требуется больше людей. Насколько сложно найти не сухие молодые кадры? О, молодые кадры сложно найти. Такое ощущение, что они перестали рождаться. Мы всегда в поиске молодых, целеустремленных специалистов, которые хотят сделать карьеру. Этим мы и занимаемся последние 8 лет. Много примеров, когда приходили новые люди и делали в нашей компании карьеру. И мы готовы и дальше предоставлять такую возможность. Если вы хотите работать в компании Эко-Птица, контакты Отто мы оставим в описании к этому видео. Сталкиваешься ли ты с проблемами языкового характера? Нет. Отлично. Люди говорят на русском, и ты понимаешь? Или на английском? Большинство говорит по-русски. Это не проблема? Понимаешь, корова есть корова. Речь о данных. Параметры везде одинаковые. Ты знаком с русским словом менталитет? Знали это слово? Да. Что такое менталитет? Очень часто говорят, что у русских другой менталитет. Поэтому наши люди работают не так усердно, как, например, в США или Китае. Я думаю, это не так. Зависит от того, как их обучают и контролируют. И больше зависит от самого человека, чем от национальности. Да, и если люди плохо работают, начать надо с себя. Может, ты что-то упустил. Если вокруг одни дураки, может, проблемы в тебе, а не в людях. Да. Когда мы познакомились, вы использовали голландскую программу Uniform. Но потом перешли на Derricom. Ты доволен таким выбором? Да, я доволен. Что стало основной причиной замены системы? Что тебе нравится в Derricom? Что в ней есть такого, чего нет в Uniform? Основной причиной для нас было то, что в Derricom мы можем объединить базы данных со всех ферм, что нельзя было сделать в то время в Uniform. А также в Derricom есть возможность создавать больше списков и отчетов. Более универсальная программа? Да, более сложная для изучения, но более универсальная. А что касается аналитики? Есть большие различия? В основе Derricom лежат больше принципы фермерства США. То есть одинаковый тип и размер ферм, как и здесь. В отличие от Uniform, по крайней мере, 8 лет назад, в которой акцент делался скорее на небольших фермах. Понятно. Конечно, разный размер ферм, разный поход к управлению. Именно. Это правильно. Ты говорил, что вы продолжаете расти. Планируете построить еще одну ферму? Да, планируем. Столкнулись ли вы с проблемой выбора оборудования, выбора новой техники? Мы все понимаем, какая ситуация сейчас в мире. Или особых проблем нет? Особых проблем не вижу. Скажем так, все можно решить. Это непросто, но такой вот вызов самим себе. Понятно. Я знаю, ты часто ездишь домой, в Венгрию. Да. Сталкиваешься ли с какими-либо проблемами при пересечении границ? Нет. Основным препятствием был коронавирус, или границы открыты. Теперь на это требуется больше времени. В принципе, других проблем нет. Ну и цена на топливо взлетела, перелеты стали дороже. Да. Если не секрет, сколько сейчас стоит полететь домой? Зависит от разных факторов. Летом, конечно, дороже. Насколько понимаю, сейчас цены снижаются. Билет будет стоить примерно 800-900 евро. 800-900 евро? Да, в этом промежутке. Дороговато. Да. Помню, когда-то за 15 тысяч рублей можно было улететь из Москвы в любое время. Я летал из Москвы в Будапешт и за 50. Такие времена прошли. Поэтому здорово иметь такие программы, как Dairy Comp. Я могу много работать из дома. Можно удаленно посмотреть, что происходит на ферме. Да, есть камеры, есть программы, навигация, помещения, за которыми можно наблюдать. Многое можно сделать из дома. Сейчас я не так часто путешествую, как раньше. Ждем время, когда можно будет осеменять и вакцинировать коров онлайн в плане управления. Думаю, такое будущее настанет. Да, у меня есть группа людей, с которыми я начинал работать, они знают, чего я от них хочу. Благодаря общению с современным программам все можно осуществить. Конечно, лучше присутствовать на месте, но и без этого вполне можно работать. Я знаю, как-то летом твои дети приезжали в Россию и жили здесь какое-то время. Это так? Вроде твоя дочь приезжала. Да, много раз. Ей нравится Россия? Что она об этом думает? Она думает о еще одном визите, особенно это зимой. Газ в Европе будет дорогим, приехать было бы неплохой идеей. А помимо цены на нефть и газ, ей понравилось что-то? Провести лето в России для детей неплохой вариант. Или они предпочитают Италию, море? Конечно, они предпочитают быть дома. Дома лучше всего. Но вариант приезда сюда им тоже нравится. Особенно зимой, потому что здесь можно увидеть настоящий снег. А у нас снег есть не всегда. Понятно. Они бы предпочли приехать зимой. Ты бывал в Хилл-парке? Я знаю про этот парк, но ни разу там не был. Это ведь та же компания, да? Они построили. Да. Можно покататься на лыжах и прочие зимние развлечения. Так, ты работаешь в России, живешь здесь с 2014 года. Жалеешь иногда, что приехал сюда? Ни капли. Понимаешь, мы проделали хорошую работу. Начали с тысячи коров и увеличили поголовье до сегодняшнего количества. Где еще я мог получить такую возможность? Здорово. Какое будущее ты видишь? Каков твой прогноз развития молочной отрасли в России? Прогноз положительный? Как думаешь, продолжит ли отрасль развиваться или будет много сложностей в связи с нынешней ситуацией? Или это не проблема? Думаю, в краткосрочной перспективе отрасль будет расти. Многие фермы в России успешно развиваются. Имеются много молодых нетелей на продажу. Более того, хорошая родословная. Поэтому в краткосрочной перспективе я положительный настрой. Думаю, больше беспокоиться надо насчет климата. Год может быть засушливым или еще что. Это более актуальная проблема. Да, думаю, молочный сектор продолжит расти. Отто, спасибо большое. Было очень интересно. Можешь приезжать к нам в офис, когда хочешь. Всегда рады видеть тебя. Спасибо. Не за что. Спасибо, что нас смотрели. Больше интересных видео на нашем канале. Подписывайтесь на наши соцсети. Все ссылки в описании к этому видео. Задавайте вопросы. Если вас интересуют какие-то темы, пишите их в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...